Т-72Б. Наверняка многие из вас знакомы с этим танком, либо из его невероятной красоты изучения всяких там журналов, либо потому что сами, ну, так или иначе сталкивались во время службы с им или его производными. Предстоит нам сегодня выяснить, насколько хорошо он играется в War Thunder, ведь боевой рейтинг у него 10.0, и по сути это допиленная версия Т-64Б. Разница у них только в том, что по сути у 72-ки появилось чуть больше лошадей на тонну, то есть лучше подвижность, всё остальное должно остаться приблизительно таким же. Погнали в бой и выясним, боевой рейтинг нам повысили зря, или всё-таки мы и здесь неплохо себя покажем. Погнали. Собственно, Т-72Б. Танк, конечно, невероятной красоты, но с точки зрения геймплея у него есть определённые проблемы. Кстати, да, я немножко обманул в самом начале, что отличий от 64Б вообще у него нет, кроме подвижности. Помимо того, что у него стало там не 17, а условно 20 лошадей на тонну, у него ещё ВЛД стало несколько крепче и башня. Прибавила броня с детям миллиметров 50-150 в зависимости от места, от кинетических боеприпасов. То есть ВЛД стало не 400 нужно пробития, чтобы нас спокойно пробивать, а где-то в районе... Как же мы низкие, а? Низко! Блин, они все туда уже свалились, и теперь они на том месте. Мне не нравится то, что я здесь стою, учитывая, что их тут трое, блин. Вот. Получается, что мы стали крепче, и самое главное, вроде как противники наши не должны были измениться сильно. Вот. Но при этом нам не добавили теплока. У 72-ки есть ещё, так сказать, ну, брат-близнец, я имею в виду бэшный. Это 89-го года танк. Вот этот и ещё один. У него, по-моему, изменения только в том, что на него налепили контакт 5, а не контакт 1. Динамическую защиту, что с точки зрения игры абсолютно ничего не меняет. Вообще. А ноль, так сказать, разницы. Не понял я вот этого. А какого хрена они так нагло летят? Да, но мы теперь всё-таки, есть разница, будем часто воевать. Не против условных там первых леопардов, а именно против вторых. Казалось бы, вроде один шаг боевого рейтинга, но всё. Халява кончается. Такого количества первых... Простите. А что ты тут делаешь? Вообще не понял от этого пранка. У меня прям здесь танк. Между союзниками, между всеми проехал. Охренеть просто. Дымим, насколько можно. Я очень надеюсь, что я всё-таки могу здесь выжить. Не, я не выживу никак. Да, 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 да. Это, это просто, блин, смешно, вы понимаете? Вы посмотрите, где он находится. И что на него абсолютный ноль реакции. Вот вы могли поверить, что к вам, вот вы стоите за союзниками, там, в коконе, да, из них. И к вам просто приезжает танк. Из ниоткуда. Фух, эти дырявые союзники. Кстати, я умер. Я не пробил его нормально. А, может меня спасут? Механик трансмиссии, нифига себе, он и это пережил. Как же мне повезло, я мансил, а он нормально по мне не попал. Абрамс, естественно, его убить не хочет. Ты дурак, что ли? Или он по Абрамсу по итогу попал сквозь него и пробил заодно и меня. Я не буду слепую стрелять, я не попаду. Но это, конечно, дичь. То, что сейчас произошло. Ага. Ну, разумеется, кто бы сомневался. Но ОВЛД держит. 400 пробития недостаточно. Так, под башню. Да ты ж... Ты сдохнешь сегодня или нет? Это что вообще за дичь? Ладно. Сойдет. В общем, чуть стало крепче башня, но все, еще советские танки, это дырка. Я имею в виду, вот это все пробивается, вот это пробивается, вот это пробивается, вот это пробивается. То есть прям много где полетает. Ну и не хватает скорости наведения, подвижности не хватает. Опять я... Да, против вторых леопардов геймплей вообще другой. Все, я понял. Прикиньте, реально, один шаг боевого рейтинга, но абсолютно иные противники. И это по-другому максимально играется, потому что они стали в миллион раз более живучими. И даже несмотря на то, что орудия у них не изменились, они стали в миллион раз подвижнее. Ну, первый, второй леопард, танки абсолютно разные, очевидно. Я думаю, никому не стоит объяснять, что, ну, и ощущения разные. Вы видите, я не могу просто ехать и ваншотить, как на 64-ке бэшной. Все вот это вот. А там против меня действительно было много первых леопардов. Ну, про своих союзников я молчу, ничего не изменилось. Они как были овощами, так и остались со вчерашнего дня. Это прям странно. У нас реально танки просто уже на базе ездят. Ага. Ну, благо, мы это все пережили опять. Все-таки живучесть определенная есть. На отмашь нас нельзя уничтожить, играя на боевом рейтинге 10.3. И из плюсов, несмотря на то, что мы действительно попали в другой боевой рейтинг, в другой уровень боев скорее, да. Часто теперь играем именно с 10.3 полноценным. А без вот этих вот 9.0, 9.3 леопардов первых и прочей чухни. Разница в том еще состоит, что у меня есть превосходная возможность не попадать против следующего уровня танков. Я имею в виду 11.3, где у них совершенно другое пробитие и все остальное. Повезло, что он снизу по мне стрелял. Умереть, что ли? Мне кажется, я умру, если я попробую так сделать. Ну, ладно, что делать. Братишка, под башню. Ух ты, я это танканул. Повезло. Все потому, что это автопушка какая-то, видимо. У меня сверху танки вроде как, а тут вообще его пипец не видно просто. Вы посмотрите на это. Пойди догадайся. А что ты вообще здесь делаешь? Это же рушка. А что ты здесь делаешь на РУ-251? Вот теперь я внизу. Это плохо. Когда я нахожусь сверху, они стреляют по мне снизу вверх и не попадают. Во-первых, крыша для них становится недоступной для выстрела. Ну и увеличивается бронестойкость общая. А так, наоборот, она уменьшается. Потому что броня наклонная. Вот, поэтому спасибо, что мы не попадаем против Абрамсов со 120-мм на топовых снарядах. И леопардов таких же. Это очень сильно помогает нам жить. Правда. Потому что там снаряды с пробитием 500+. Угадайте, что они с нами делают. Правильно, они ваншотят нас в силуэт. Мы танкуем только вот эти снаряды там 105-мм пушек. И 120-к ранние снаряды. ДМ-23, например. Может быть, 33-й через раз. Там, где появляются другие снаряды. А я так говорю, вот 11-3 и выше. Все, конец. Но мы-то 10-0. Мы с ними не играем. Так что, да. Противники стали серьезнее. Союзники стали еще тупее. Но. Что поделать? Он не поедет, да? Здесь стали играть еще более очково, чем до этого. Тут прям культ очковизны возведен в абсолют. Ну, разумеется. Поедешь на меня, нет? Это ружка, что ли, меня пытается? Так, ствол орудия. Хорошо. Это 72М, что ли, была? ГДРовская. Кто по мне стрелял? Непонятно. Но он починится, мне кажется, быстрее. Да и я не могу на него вылезти, потому что меня с разных сторон контролируют. Тут без шансов. Даже так, на самом деле, неплохой результат. Мы первое место команды занимаем. Фраги делали. Ну, то, что мы играли с гениями, непризнанными. Видно невооруженным взглядом. Ты починился? Пока еще нет, видимо. Где искать? А теперь починился. Ну, 4 километра в час заднего хода, это ужасно. Наведение по вертикали ужасное. Медленное. Тоже. Что поделать, Десс? Поражение. Ну, я не хотел просто ехать умирать. Не знаю. Потому что опций, как кого-то уничтожить и не сдохнуть, я, честно говоря, не особо видел. Ладно, пойдем в следующий бой. Ощущается пока более чем норм. Даже леопарды вот эти подтанковываются. Так, ну что ж, ладно. Пойдем в следующий бой. Карта неприятная для нас. Ну да, мы тут гарантированно на 10.3 играем. Прям причем уже с полноценными командами из 10.3. Количество танков в 10.3 тоже может отличаться. И, блин. Очень обидно, что первых леопардов мы теперь не увидим. Это прям сильно усложнило нам геймплей. Халявы не будет. Но только в сравнении все познается. Я думал 64-ки в этом плане. Как-то везло, не везло, нет. Я теперь понимаю закономерность, потому что так работает балансировщик. Даже шажочек БР может сильно менять врагов. А, блин. Вторые лео сейчас будут объезжать по краям карты. Они могут оказаться абсолютно везде. И это нехорошо. Ну, что поделать. Вот-вот я уверен, они вот отсюда приедут и жмахнут к нас. Мы потому что будем в низине. Заезжать наверх это очень опасно. Перекопанная карта. У них скорость наведения, очевидно, в миллион раз больше нашей. Хотя, как бы, я не скажу, что я прям совсем страдаю. Но ощущается нехватка приводов небольшая. Так, ну. Что тут у нас происходит? Может мне пустить вперед 292-го? Ему должно нормально быть. Опа. Понеслась жара. Да, кого я нашел? Он его не убил. Он от него сейчас умрет, вероятно. Я бы крайне хотел ему помочь, но, блин, я не успеваю. Хотя я не назову прям супер медленным этот танк. Вот это вот в ангар отправляется. Я не знаю, как они так как... Ё-моё, они даже не смотрят сюда. А-а-а! М-м-м! А-а-а! М-м-м! Вкусно, вкусно! Очень вкусный выстрел. Превосходный. Непробитие в ВЛД леопарда. Разумеется, я попал именно в него. Именно в ту тонкую полосочку, от которой произойдет рикошет. Я же не мог нормально попасть. Какой-то трэш. Просто жесть. И я сам так к нему даже не разворачивался. Я не верил, что он выжить может. Если вы здесь во что-то не верите, о-о-о, раздумайте. Поверьте обязательно. Потому что вам придется. У вас не будет других опций. Здесь на топовом тире происходят абсолютно различные метаморфозы. О которых вы и знать не знаете. Ну ладно, спасибо. Я хоть ЦВшку эту жмахнул. Уже из плюсов. Ну мы не успели дальше проехать. Решил постреляться и... Все на этом закончилось. Вон танк. Вот здесь. Да-да-да. Это Меркава была. Что это было? Это Абрамс был, да? 120-й вот этот. С ума сойти. Что он тут делал? Ну, что-то он делал. Хотя как это Абрамс? Это не Абрамс. М-60 Абрамс. А справа у нас все погибли. Это знак, что, возможно, нас начнут пинать. Но у меня углов нет для того, чтобы туда отработать. Угу. Я говорю, они поедут. Да-да-да. Вот теперь они вот-вот там. Вот-вот так. Вот-вот так. Вот-вот так. Вот так по краю. Правильно. Как по-другому играть в эту игру? Так сказать, флангуй максимально. А, вон еще есть. Во-во-во. Я пока наведусь, уж сдохну, наверное. Ствол орудия. А теперь ты умер. Надо стрелять всегда в ствол. И таким образом можно уничтожать врага. Ну, правда, у Леопарда есть возможность тупо жопой уехать. У нас такой нет. Возможности. Я пока до него доеду, он уже починится, блин. Ладно, он не чинится. Он в ангар уезжает. Там еще есть один. Там еще и перезарядка у этих ЦВ-шек-то. Я не уеду жопой. То есть я не могу поменять местоположение свое. У меня еще слева где-то танк. Опа, его приняли. Так, теперь надо потыкать, что вот там вот он есть. Этого-то убили. А вот он дальше там. Так, докидываемся еще раз. 20 секунд надо еще потерпеть. Починить ствол. И его убили. Вау. Невероятно. Слушайте. Ну. Ладно. Несмотря на то, что мы действительно воюем против очень тяжелых противников. Уже гораздо более быстрых, живучих. Но. Броня против них у нас все еще есть. И вот это круто. 72Б действительно может подтанковывать против, ну, неопытных людей, которые не понимают до сих пор, что на топ-тире ты стреляешь только в орудие. И все. А потом уже делаешь с противником что хочешь по своему усмотрению. Ну, я тоже так же делаю. Видали? Я просто взял и в центр корпуса куда-то выстрелил. Тут еще ведь попасть надо так-то. А где был танк? Охрен его знает. Примерно понял. Так. Сзади наших убили. Е-мое. Подождем. Некоторое время. Надо потыкать. Но, я думаю, там моему союзнику есть чем заняться. Я прям... Один или их двое, я не понимаю. О-па-па-па-па. Естественно. Леопарды 2А4 не умирают. Давай потыкаем сюда. 72Б едет. И вот тут вот. И вот там вот. Давай. Так, что там делает Бэшка? Она вообще бесстрашная. Она просто выехала на него и убила. Забавно. Давай. Вон ЛД этого. Раз подставился. Урон у орудия вполне себе приемлемый, если нормально попадать. Ваншотит хорошо. Опять троих успели. Но стрелять мы снова где-то же умерли. То есть... На два выезда не так хорошо. Погоди, это враг? Считай. Дерево. Ты у... Как стрелять, когда у меня это дерево ездит просто передо мной? Конченая механика, тупорылая, не меняющаяся годами с этими деревьями. Они тот свет меняют. Ну, ездят рядом с твоим танком. Да вообще там такие кульпиты выписывают. Бам. Отлично. Помощь в уничтожении. Леопарда мы подсекли. Панорамный прицел хороший. Тоже, кстати, нравится. То есть, в принципе, со стрельбой здесь нет таких больших проблем. На дистанцию, наверное, большую только проблем может быть. Потому что зума нет. Но в целом сойдет. Да и противники все. Кончились. Но этот раз из-за того, что пришлось играть сейвовом и... Заметьте. У 64-ки бэшной. Одни фраги. У 72-ки бэшной. Напополам. Да ты шутишь, что ли? Прямо из-под носа украли, а? А у нас здесь уже все. Пошли сплошные просто пробития без урона. Потому что Леопард 2 живучее в 10 раз, чем первые. Те вообще ваншот мобили. Ладно, пойдем в следующий бой. Результат все равно неплохой. И танк мне более-менее нравится. Так, ну что ж. Хорошая карта. Достаточно. Играем еще с Леопардами шведскими в команде. Их, правда, не очень много. Хе-хе, как говорится. Техника премиумная. Стоит денег. Опа. 64 Б. 90. Мы как бы внизу снова на 10,7 получается. Ну, тем не менее. Блин. Вот ужасно-то как. Знаете, я вот сейчас подумал. И Т-80 Б. В парадигме боевого рейтинга. Уже не кажется мне таким хорошим. Ну, сравнивая с 72 Б и 64 Б. Они реально прям расставлены очень четко по БРам. Потому что Т-80 Б будет постоянно играть на 11,3. С новыми снарядами. Там его броня не работает. Но ему добавили подвижности. У меня танк вот здесь. А у нас нет этой подвижности. Но броня еще работает. Бам. Ёпта, чё там произошло такое. Ужасное. Я думаю, сделаем вот таким образом. Подождем. Только бы сзади не выехали у нас. М-м-м. 90-к. Опа. Вот он. А я говорил про него. А 90-к насрать. Эту штуку тоже не сломать, разумеется, да? О, нет, можно. Я вынужден стоять и контролить. Ой, блин. Нас сзади зажали, да? Пипец. Мы проиграли. Я сейчас сдохну. Никто не собирается смотреть туда. А они сзади уезжают. В ангар. Слава богу. Развернись. ЦВшка! Ну какие же вы дауны? Ну что? Ну почему? Ну вы же видите на миникарте происходящее. Ладно, я сам виноват. Зря я так сильно залез. Вперед. И просто в бутерброд себя положил. Я надеялся, что мои проедут вперед. Подальше. Как-то займут позиции. Но во-первых, мы полностью проиграли вот эту часть карты. Потому что туда в принципе даже никто не поехал. Но тут на победу в общем люди не играют. Так что пофиг. Ну и корма, разумеется, да. Мякотка. С этим уже ничего не сделать. Там трэш какой-то. Там просто трэшатин еще происходит на этом направлении. В центре. Я не знаю. Стоять туда, палить довольно бессмысленно. Точка С, конечно, и так наша. А здесь я даже понятия не имею, куда смотреть. Они могут быть вообще везде. Потому что контроля карты и не было. М-да. М-да. Куда смотреть? Где там врагов искать? Вроде как-то и нужно точку Б и точку А захватывать. Но... Эта необходимость сопряжена с излишним риском. Мне кажется, я бы не хотел. А вот и танки приехали. Да. Мои челы просто зажались толпой на одну точку. И решили на этом закончить приключение. Это живой! Господи! Это... Я думал, это труп стоит. И ищу я эту ЗТЗ-шку. Я думал, это тот, кого он убил из союзников. Та! Нет. Оказалось, неправда. Странная тема. Здесь прострел от этой вот... Части ближе к воде. Можно остаться здесь на время. Ну, у меня команда тоже воюет. Нормас. Несмотря на... Ну, как бы я сам себя вначале подставил. Слишком далеко заехал. Остался без прикрытия и умер. Хотя на этом танке, учитывая все его особенности, никак нельзя так делать. Но, естественно. Он аж от базы подсветился, но я не успел развернуться, потому что разворот в 72-ке тоже не моментальный. А выживаемость нулевая. Тут вопросов нет. Пойдем в следующий бой. Здесь я просто... Надо было ехать за союзниками. Не надо было экспериментировать. И противника пытаться найти где-то с другой стороны. Вот. Нашли. Дальше идем. Ну, даже так что-то успели пострелять, потанковать. Ну, да. Геймплей на 72-ка Б в миллион раз сложнее 64-Б. И смысла пересаживаться с одной на другую просто тупо нет. Ну, что ж. Самое время попробовать еще разочек. Ну, разумеется, 10.3. На 10.0 мы не играем. Такого БРа не существует в этой игре. Это даже может быть не 10.3, а 10.7. Это сложно сказать. Какой именно БР это? Ну, да и пофиг. На самом деле. Поехали куда-то в центр, что ли. Попробуем постреляться там. Там все на А поедут. Может, порта успеем. Ну, мы выехать не успеем. Они ездят быстрее, чем мы. Мне кажется, они уже с прострела уедут, когда мы сможем только на него заехать. Да и углов у нас нет, чтобы этим всем воспользоваться. Может, они отсюда вообще? Вот что с этим деревом не так? Зачем оно в меня впетрилось? Ну, блин. Что я могу сказать? Ля, классик. Этого убили, разумеется, в момент выстрела. А остальных мы пропустили. Они стопудово в центре где-то будут здесь. Этого просто не может не быть, чтобы они отсутствовали. Все, халявы больше не будет, да? Я просто одного не успел, другой сломал. Да. Вот там вот можно что-то увидеть. Но это маловероятно. Они вон все ныкаются там, да. И по ним не пострелять. Вот поэтому. Вот он там. Безопасный, я имею в виду. Ок. Они сверху где-то стоят еще. Прикольно придумано. От кого ты умер? Куда искать? Куда смотреть? Блин, понятия не имею. Как здесь так сделать, чтобы не сдохнуть? Да нет, стреляют откуда-то с центра. Да, он левее за зданием. Попробуем дальше проходить маленько. Вот как-то сейчас от двойки. А потом еще дальше. Что, какие варианты? Стоять здесь? Надо как-то резать углы и занимать позиции. Тем более, что союзники едут. Ладно бы они не ехали. Это нехорошо, но... Опять же... Парни справляются. Да поднимись ты пушку. Я пока пушку... А, за ним стоит живой. Я пока орудие поднимал, уже все. Не-не-не, мне здесь нельзя выезжать. Я здесь умру. Да они все контролируют. Ну, что-то они проиграли этот бой. За две минуты. За три. Ладно. Вряд ли они здесь отобьются уже. А что у нас вот там танк делает? Я так понимаю, увидеть я его, естественно, не могу. Ну да. А мы просто на броне укатываемся. Давайте поможем. Вон, у Дэха едет вообще. Вот она, очевидно, сильно крепче нас. Иди танкуй. Нет. Это все мертво ведь. Но можно дальше въезжать. Шестьдесят двойка вообще не боится. У нее вообще нет брони, но... Для этого БРа. Кого это останавливало когда, правильно? У меня слева танк. Где-то. Вроде как. Вот раз. Его не видно. Он, кстати, песочного цвета. Ну, благо тут... Видали коллизию? Да, я просто через песок стреляю. Верхний красивый слой, так сказать, не работает. И все, получается, победа? Ну, видимо, да. Поехали дальше катывать. Так, вот этого в ангар отмечет на меня отвлекся. Этот на меня не видит и умер вообще. Или нет? А может быть... Ты не умер? Не, умер все. Вроде как. Да. Все. Я думаю, на этом... Этот бой закончен. Но отлично. Мы не умирали. Постреляли троих. Прям на респаун прикатили, а? Вот это мы наглый. Ну, и вот тут противники в основном не вторые леопарды, а вот это все ваншот мобильное. Ты как это делаешь, а? Визелек? У тебя не крыщебойка, что ли? Вот именно нахер ты в это сделал. А визели я никак не могу убить. Если он не подставится. А он не подставится, я думаю. Ладно. Побудем тут. Просто ультра не хочется... Ну... С Визелем воевать. Из-за вот этих проблем. А, тут была зенитка все это время. А как она меня пробивает, вы мне объясните? А, это бегляет, поэтому он меня пробил. Комментарии, я думаю, излишни к этому всему, да? Визель просто неуязвим. Он может по тебе стрелять, а ты его вообще не видишь. Ну и, разумеется, на спавне появится кто-нибудь в тот момент, когда ты решишь разобраться с этой мелкой блохой. Пойдем в следующий бой. Здесь как-то так... Странно, душно. Ну, собственно, раз 72-ка все-таки танкует, то... Давайте попробуем в городе что-то поделать. Правда, вы сами видели, что происходит с бортами. Причем... Бегляет, это еще такая мощная штука. Но и зенитка какая-нибудь с пробитием больше 80-ти... ...с нами сделает примерно то же самое. Борта довольно тонкие. Ну, к этому у меня нет претензий. Понятно, что это так и должно быть. Претензия в другом. Из-за того, что борта тонкие и нет живучести, вот это приводит к плохим последствиям. Потому что у Леопарда 2-го они тоже тонкие, но тот хотя бы выживает при пробитии в них. Ну и то не всегда. Вы сами видели, что 72-ка способны иногда их ваншотить. А, ну... Я не сомневался, что уже будет стоять здесь. Разумеет, ждет за углом, естественно. Блин, ну... Нельзя на 72-ке ехать вперед. Ну нельзя, просто нельзя. Нужно просто забыть про существование слова «газ в пол». Все, а у меня еще и дублеры кончились. Отлично. Ладно, пойдем в следующий бой. Вы все прекрасно видели сами. Ой, ужас какой. Это абсолютно другое. Ты этих ЦВ-шек и всего остального не видишь на 64Б. А здесь это просто вот они все здесь. На этом БРе уже. Да. Подвижность, конечно, очень сильно влияет на возможности техники. И то, что 64-ка никогда практически не видит этих ЦВ-шек, а ты каждый бой с ними, это две больших разницы. Ну, как я и сказал, мы играем с другими танками, несмотря на шаг боевого рейтинга в одну единицу. Ну, в смысле, в 0.3. Потому что у Б-шки 9.7, а здесь у нашей Б-шки уже 10. И все. И ты постоянно с другими танками, которые прям за любые ошибки наказывают тебя серьезнее. И из-за этого ты тоже часто допускаешь ошибки. Они более живучие, они более подвижные. Короче, плюсов у Б-шки 72-ки меньше, чем у 64Б. Ну, удивление. Оказывается, 64Б вообще даже хороша прям. Из-за уровня боев. Мы хотим ехать дальше или это будет смерть? Вообще, мне нельзя ехать никуда дальше. Мне надо стоять. И не двигаться. Но... Мне лень. Да, здесь уже танки. Благо, мы на этот раз с леопардами. Вон они ездят. Ну, я не успел бы только прострелить. Блин, я бы с привыкным удовольствием помог. Я даже не понимаю, кто по нему стреляет. Пипец, они просто толпой приехали и убились. А там кто стреляет? Блин. Нет. Я не успел. Ужасно. Кто стреляет? Ну, у тебя... Что такое у тебя случилось? Кто по мне стреляет? А, вон там какой-то. Его убили, блин. Окей. Он меня не пробил. Опять же. Вот так вот наотмашь 72-ку все равно не жмахнешь. Из плюсов. А, он за мной спрятался. Окей, давай поможем тебе починиться. Я не против. Я как раз низкий. В принципе, нам норм так стоять. Ага, это китаец. Пробить не вышло. Ага, и у тебя тоже не вышло. Да, блин. Все-таки сейчас, я думаю, мы... Погибнем. Ну, разумеется. А, 90? Шиш мы, что ли, или что это? Или мы против советов? А, мы советы против советов. Тиму просто повезло. У нас через дым и вшатало, и все. А я ничего не видел. Спасибо тебе, КВТ. Ну, ладно, он его убил хотя бы. Забавно. Вот он это и может пережить. Мы ни за что в жизни. Ладно, успели одного жмахнуть. Пойдем в следующий бой. Так, ну что ж, снова Брислав. Повторим наш марш-бросок в могилу. Ну, тут, правда, три точки опять те же самые. Может, на этот раз союзники лучше разъедутся. Я надеюсь. Давайте попробуем успеть куда-то, но... Что-то мне подсказывает, что это вряд ли выйдет. Да, удэхи летят, конечно. Быстро. Они будут первыми там, судя по всему. Сколько удэх мощность движка? Я что-то не помню. По-моему, больше, чем у нас. Потому что, вроде, пища. Или что-то такое. Отсутствие подвижности не приговор, но на большинстве карт... Заметьте, кстати, абсолютно другие карты играются на БР-10-0. Ощущение, что у выборка карт другая стала. То есть, те карты, которые игрались на 9-7, были другими. А теперь ты просто на них не попадаешь. Ну, либо мне просто так везет, или, ну, условно, не везет, да, с картами. Что на 64 бема играли на нормальных картах. А здесь начали попадать на гораздо более рандомную херню. Random shit. Что это? Это китайоза. Блин, ну, там за китайцем еще что-то стоит. А как попадать по нему? А вот так. Ствол орудия. Отдыхаешь. Опа. По мне? Да, о, смертник. Куда ты НЛД свою подставляешь? Дурак, что ли? Там мы донканули. Это Challenger, что ли, или Леопард? Что это такое? Волосатая, волосатая. О-о-о-о-о! Да, ты шутишь, такое возможно! В маску ваншот Леопарду второму. Да ладно. Что, я, получается, их всех победил? Надо тогда встать вот здесь. Ждать, когда он вылезет, этот китайоза. По нему не стреляем. Ждем, когда он опять подставится орудием. Просто стоим. Мы заняли позицию. Можно даже чуть вперед еще сдать. Чтобы видеть, мало ли, кто-то будет вот тут выезжать. И не даем врагу эти позиции тоже перезахватить как-то. Если он будет выезжать, будет выезжать на готовое орудие наше. Вот так. Да! Чего вообще происходит? Как это работает? Да ты шутишь, ты умер. Нет, вернись назад. Блин. Ладно, мы троих переработали на позиции. Да. Для того, чтобы стоять на точке. Блин. 72-ка мая. Почтение. Куда едем? Своими НЛД. Вообще. Не стыда, не совести у людей. Ну, забавно. Урон-то вообще хорош. У этих ломов. Даже в маске орудия ломаются. Враги. То есть ты не только можешь орудие сломать им. Ну, как то, ради чего ты, в принципе, стреляешь туда. Ага. Теперь я умудрился не пробить в маску. Это как? А он меня умудрился пробить. В крышу. Серьезно? Ну, все еще не стабильный урон. Я понял. Забавно, что мы абсолютно игнорируем вот эту часть карты. Вот эту. А это значит, что она абсолютно неиграбельная. Там никто просто не ездит. На этой карте играется только вот эта часть карты. Все остальное просто забили хер на нее. И никто никогда туда не ездит. Забавно. Ну, мне кажется, это будет уже ошибкой выехать сюда еще раз. Надо уже менять позицию. Но, блин, это такой хороший прострел. И на простреле нам так удобно стоится. Тоска. Вообще, в целом, из-за того, что мы так обмазаны динамической защитой, то врагу не совсем очевидно, где там щеки, где крыша, где маска. Поэтому мы подтанковываем в том числе, наверное. Просто мы смущаем своим внешним видом врага. Знаете, как кошка, которая прогнулась, точнее, наоборот, выгнулась, и кажется больше, чем есть. Ну вот, и мы то же самое. Из-за этой ДЗшки многие могут наотмашь стрелять куда-то не туда, потому что многие выстрелы же доведены тут уже до автоматизма. Ну и происходит то, что происходит. Я поехал дальше. Мне плевать. Паркуюсь, где хочу. Ммм, блин. Это танк был. Это был не Остов. Я думал, это трамвай, вот это. А это танк. А, да нет, это правда трамвай, просто за ним АФК камнем стоит танк. Геймплей на топах. Четверых успели настрелять. Слушайте, нормально. Ну, блин, уже не феерия. Уже, конечно, да, ядерки не понабиваешь, судя по всему на этом. Должны как-то обстоятельства сложиться невероятным образом. Ну, давайте еще боек закрепляющий. Так, ну что ж, давайте стартовать еще боек. Попали мы, попали мы. Опять так же. Я говорю, все, 10-0. И играть против 9-0, 9-3 мы не будем. Это просто невозможно. Я просто думал, что это уже происходит с Т-64Б, но нет, я был неправ, как оказалось. Там некоторые бои происходят на нормальных БРах, и там много техники 9-3 попадается. 9-3, 9-7. Здесь уже просто ее нет почти. Мы все время воюем против 10-0. Точнее, выше, чем 10-0, 10-3, 10-7. А это другие враги. Ну, ладно. Просто насколько удивительно, да? Тут даже не сами характеристики техники влияют, а то, в каком уровне боев ты находишься. То есть, по сути, если ты вот на этой 72... Пебец, а где он там? Если ты на этой 72-ке, самое смешное, что мы тонканули. На... Ты охренел? А как по тебе... Отработать-то? Сейчас он мне в крышу его пояснит, мне кажется, за жизнь. Опять мы против Советского Союза, что ли? Или это опять... Нет, это немецкая 72-ка. Ашная, видимо. Насколько же сильно влияет уровень боев? Сильнее, чем характеристики техники по итогу. Вот, да, в казённик. Ну, а дальше он уже свою жопу не утащит нормально. А, ну тут не пробивается. Понятно. Тут произошёл War Thunder. Ну и да, всё, он починится спокойно. Приедет назад на позицию. Я, по сути, на самом деле, в этой ситуации могу вот так сделать. И стоять ждать, где он вылезет. Теперь у нас преимущество. Теперь мы ждём, когда он на нас выйдет. И это даёт нам возможность первого выстрелить. Ну, с большей вероятностью. Он вот прозевал, например, нас в предыдущий раз. Я ведь тоже не знаю, куда он сейчас поедет, поэтому неизвестно немножко. Но, тем не менее, может быть, кого-то другого просто сможем проконтролировать. Именно мы теперь забираем контроль вот этой части карты. А не противник. Это плюс. А, его убили. Понял. Вопросов больше нет. Поэтому, да. Одинаковая техника за разные нации будет играться по-разному. Потому что противники могут быть другими. А тут, тем более, в принципе, ну... Всё изменилось, когда народ огня развязал войну. И чё с ним делать? Вот мы теперь как два идиота будем в вечность стоять друг напротив друга. У меня реально нет никаких других опций, кроме как стоять и ждать. Потому что, если я поеду, у него будет преимущество. Он выстрелит по мне, поехавшему вперёд. Я буду подставлен под него весь. Вот. А так я ничего не могу сделать. Я бы с радостью проехал дальше, пострелял вот оттуда туда. Но, блин, просто вот он, всё. Он теперь АФК. И за него АФК я. Потому что я не могу бросить эту позицию. Мы теряем контроль. Тогда, получается, вот этой части карты. Теряем преимущество, которое заработали. Ценой ошибки противника. А второй раз он может не ошибиться. Поэтому придётся стоять как два дебила. Друг на друга глазеть. Можно потыкать. Это нам ничем не поможет. Некому. Этот остов надо вот отсюда аж простреливать. То есть это невозможно. Абсолютно. Надоело стоять? Да нет, не особо, говорит. Я ещё постою. Геймплей на кончиках пальцев. Он и сам и не играет, и мне не даёт. Ну. Чё я могу сделать? И я так же. Я не хочу просто так сливаться. А я знаю, что я сольюсь, если я поеду вперёд. Потому что у него будет огромное преимущество. Он будет видеть меня целиком. Я буду видеть его в кусочек окошка. Ещё и на ходу стрелять мне надо. Ну, гниль-то, а. Поехали. Мне насрать. Я не хочу больше стоять. Это невозможно просто. Ты не можешь здесь пострелять. Держу в курсе. Ещё и эти тут деревья. Стоит, подсматривает. Ну, хорошо. Так, здесь есть прострел. Да я не буду им пользоваться. Я чё, дурак, шо ли? Я воспользуюсь вот этим. Но я не могу прострелить здесь сто процентов, да? Нет. Итак, молодец. Это, кстати, косяк. 7 секунд КД, я успеваю. Ну, если бы не бесконечные ошибки его, я бы его никогда не переиграл. Особенно вот этот выстрел последний был максимально тупорылым и бессмысленным. Так, окей. Вот теперь у нас открылось окно возможностей. Мы им сразу пользуемся и уезжаем на контроль карты. Чтобы противники отсюда не выезжали. Вот здесь вот встанем, контроль респа у нас появляется. Правда, если мы ошибёмся с выстрелом, контроль респа пропадёт. Вот. У нас тут прям видно немножечко. Мы довольно толстые. Вон они едут. Всё. И стоим. Главное вот оттуда не прозевать никого. Ну, я не знаю уже с этим, что делать мне. Надо подсматривать. Едут они там, не едут. Блин, основная проблема, что если на 64Б я был уверен, что там поедет первый леопард и я его ваншотну, то сейчас поедет таборум, с которым я в бочину не нанесу урон, он развернётся и меня вшатает. Мне отступать некуда. У меня нет укрытия. Вот за камнем мне нельзя стоять. Потому что... Ну, союзники хоть подъезжают, они чувствуют, что мы побеждаем. Чел меня тут стоит, ждёт, когда же я на него поеду. Получил люлей за это. Умник. Ну, и противники просто перестали здесь появляться, как только я всё-таки смог занять позицию на отстрел. При том, что я ареспаул, не свечусь. То есть, ну, это очень наглая позиция. Но они в центр уже успели пообъезжать. И, видимо, кончились. Да. Вот только что он умер. Я говорю, я поеду, я умру. Нет, мы стоим на позиции. Примерно вечность. Откуда по нему прилетело? Его убил. КВТ. Это тот Абрамс, который проезжал. Где этот Абрамс? Хер поймёшь. Он не проезжал через меня. Он должен вот здесь вот проехать был. Но я его не видел. Опа. С респа что-то едет. Вон он. А-а-а! Он с респа не уезжает. У него там стояние происходит. Извечное. У меня команда кончилась. Так-то. Я один здесь. Вообще. Может, у меня какой-нибудь дрон палит? Твой союзный. Ах, стоим, ждём. Всё. Ну, я не могу терять эту позицию. Она слишком хороша. Я могу контролировать выезды с левого респауна. Хотя бы несколько. Потом они толпой соберутся. Меня убьют. Но пока вроде могу. Я могу вообще заглушиться? Что бы они немножко не ожидали. Заглушили двигатель. Стоим. Всё равно прострел у меня здесь чисто в одну сторону. Вряд ли оттуда кто-то поедет. Ну, есть шанс, кстати. Но... Мал. А самое главное, они вряд ли смотреть будут на меня. О. Пух. Ясно. Но даже он меня может убить. Ну, маловероятно. И его игнорируем. Вообще. В целом. Он меня может приехать подсветить. Это будет самое плохое, что только может произойти. Если Абрамс подставится вторым. Абрамс вообще стоит АФК. Просто не едет. Он вот здесь вот стоит и всё. Надо потыкать, что он тут есть. Он что-то знает, что ли, обо мне. Или что? Меня не видно. Ты должен прям знать, что я здесь стою. И судя по всему, он прям знает, что я здесь стою. Потому что я иначе это объяснить просто не могу. Посмотрите, он прям смотрит на меня. Да, он прям на меня смотрит. Он прям знает. Я с выключенным двигателем стою, не двигаясь. Ну, разумеется. Меня, в принципе, устраивает здесь стоять даже без гусли. Вот Абрамс едет теперь. Ну, то есть, это кто-то, кого я, видимо, убил. И теперь вот произошла месть страшная. Их тут двое. Меня, говорю, вот этот Оствин мало волнует. Из-за того, что мы, блин, квадратный, он может нам просто мешать жить. Главное, чтобы он орудие нам не выломал. Но минус... Да, вот это вот прям неприятная херня. А, я сейчас умру. Я не могу жить. Я... Я умираю. Я не выезжаю из зоны теперь. Охренеть. А, да? Тебя ничего не смущает, что там 25 секунд так-то? Вся херня. Да я сгорел за 2 секунды. Он только что меня поджег. В смысле, сгорел? Эта игра просто ненормальная. Он меня поджег, и я сгорел за 2 секунды, не успев просто даже до него развернуться. Ну, естественно, они знают, где я стою. Там либо дроном им, либо еще кто-то им натыкал на карту, и все. Вот и вся неожиданность тебе в РБ. Ее нет. Просто охерительно. Не удивлюсь, если этот оствинд меня сейчас убьет. Потому что я понятия не имею, где он дальше, куда он поехал. Такая тварь просто невероятно. На оствинде. Ну и... Я сам дурак. Надо было стоять и не двигаться. А я по итогу себя загнал в ситуацию, когда у меня 25 секунд, и таймер тикает. Слишком сильно сдал назад. Начал что-то елозить. Хотя оно того вообще не стоило. Это живое? Нет, это мертвое. Так-то они, конечно, скорее всего проиграют. Но ощущения от игры у меня очень сильно подпорчены. После такого. И где теперь оствинд? Он больше не идет меня убивать. Он где-то встал. Наверное, за какой-нибудь вот лодкой. Вот этой. Нет? Не этой. А вот. Скотина. Месть. Так приятно. Ну да, на 72-ке опции нет. Вперед-надад едет. Господи, как же ты надоел на своем Абрамсе. Надоел. Просто невероятно. Я ему приводы сломал, но не убил его. Назад отъедет? Да. Таксон сработал как надо. Да, блин. Пробил, но в ту же часть, где у него уже и так никого не было. Ладно, здесь союзники справятся. Ну и, естественно, там с респа появится миллион игроков. Я только развернулся туда посмотреть. Вот они едут. Чё сказать по поводу 72-б? Вот этот танк уже прям совсем такое. Ну, типа, играть можно. Нормальный. Просто нормальный. Но, блин. Ты играешь против совершенно других противников, и удовольствие от игры уже ниже среднего. Тебя просто по всей карте могут катать, если ты не занял позицию. Ты просто не успеешь. На бэшке такого ощущения нет, честно говоря. Но это не значит, что мы ничего не можем. Нет, у нас хорошее орудие. У нас нормальная броня. Правда, просто вот проблемы с наведением, с подвижностью. И вы сами видите, что выкуривать этот танк с позиции, как нехрен делать, да? Берешь и убиваешь. Так что, есть у него свои плюсы, есть минусы. И играть можно. 89-го года 72-ка. От него ничем не отличается. Играть на ней, в общем, совершенно не обязательно. Если только большое желание есть. Она на том же 10-0, но она то же самое. Вот, у неё немножко другая броня. Я имею в виду динамическая защита. Это вообще ни на что не влияет. Никто на кумулятивы здесь не ездит. Ну, а на этом на сегодня всё. Благодарю всех за просмотр. Если было интересно посмотреть на сегодняшние бои, то не забудьте поддержать это видео. Это самое лучшее выражение вашего одобрения. Да и Ютубу, собственно, нравятся ваши лайки, комментарии. И активность под видео. Так что, увидимся в следующих видео. Заглядывайте в описание, в Телеграм. И пока-пока. До новых встреч.